ребята всем привет и хочу сразу поблагодарить вас за то что мы все-таки посмотрели тот видос и ну поставил лайки пусть это было долго просмотров было много лайков дизлайков ну практически совсем не было я очень ждал когда вы набьете 20 лайков чтобы запустить новое видео как и обещал про инструменты вот но добили с горя до пополам хотя просмотров было там в принципе в раза четыре пять шесть наверно больше чем самих лайков ну лайков или без лайков вот давайте на этом же видосе если вам понравилось если вам зашло поставим 20 лайков и я выпущу или 20 дизлайков и я выпускаю новый видос про то какую химию я использую в моделировании это краски растворители и все 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 другие клеи то есть не только суперклеи другие клеи которые у меня находятся я вам все покажу а теперь с того с чего я обещал то есть инструмент инструмент ребята может использоваться разный для новичка вот который начинает свою деятельность именно в конверсиях для новичка инструмент нужен вообще небольшой то есть минимум набора это обязательно линейка желательно металлическая в плане того то что и а первое начнем с ковра вот такой коврик ребята обязательно себе прикупите возможно где-то на алиэкспрессе он дешевле и я покупал в магазине не помню как именно для творчества и он там ну такой дороговатый был вот во вторых линейка здесь как видите тоже да на на самом ковре по сантиметрам кубики размечены то есть тоже удобно вот у некоторых там по диагоналям есть и все остальное линейка линейки тоже быть могут быть разные и угловые и вот такие тоже я использую линейки с транспортиром да помимо этого еще циркуль вам не показал циркуль тоже где-то лежит доставать неохотному циркуль наверно со школьных лет кто-то школе учат знаете что такое далее обязательно нужен какой-то карандаш или ручка ну ручку и карандаш тоже показать вам не буду вот в принципе все узнать как они выглядят это лично что для отмерки пластика или металла там не знаю или тот материал с чем вы работаете вот он далее вам нужен будет обязательно нож канцелярский желательно более дорогой чем в этот это это самый простой самый дешевый с тонким лезвием но лезвие они все он отбирается то есть они взаимозаменяемы то есть одно использовал затупилась отколол дальше поехал набор лезвие тоже можно прикупить они покупаются но нож большому количеству пластика не выдержит так как он одноразовый нож в принципе он надолго не способен можно подороже купить этот нож у меня служил я не буду рекламировать какую-либо фирму я не знаю даже что за фирма кто знает тот поймешь что за ножи вот в принципе мне реклама не оплачивалась вот и я рекламировать не буду ножи этот нож немножко получше его но шуруп у него здесь вылетел я оклеил как как мог спасать теперь у меня не фиксируется и в принципе он свое служил полтора года нож был со мной служил верой правдой но кончился вот можно купить полу профессионально нож это оптимальное решение тому ножу и этому то есть он полностью весь из металла единственная пластиковая регулировка то есть поднятие ножа лезвие тоже рекламировать не буду что за фирма я думаю кто глазастый прочитал и увидел вот далее у вас есть уже чем мерить чем отмечать чем резать в принципе для начала этой для начала этого инструмента вам хватит далее отрезали вы металл или платье вернее пластик да мы же с пластиком работаем с пвх вот а я вам еще не все ножи показал ножи могут быть разные ребята на самом деле их ножей то есть количество у кого вот такие то есть это типа скальпеля к нему идут насадки насадки продаются то есть насадки как и вот к этому ножу также к этому ножу они продаются лезвие здесь типа перышек но на самом деле лезвие лезвие очень большое количество и всех показать наверное я думаю вы все видели но это лезвие доборочная к этому ножу кстати осталось одно не забыть бы купить бы вот помимо этих лезвий еще лезви есть найти наверное я их не смогу так как я и готовил готовила куда положил я не помню так что ну не обессудьте как-нибудь на следующем стриме покажу вам обязательно далее а папа папа цифра не отлично убираем вам также будут в помощь ребята вот такие тисочки то есть маленькие небольшие тисочки которые вы можете закрепить на столе за стол можете за стул кому где удобно работать вот маленькие тисочки но они тоже тисочки не особо-то прижимные так как вот эта часть у него дюралевая она слабо она прокручивает здесь я хотел поставить гайку в конце чтобы ну тиски прижимались скорее всего кто-то отнесу чтобы он не фрезернул я гайку туда завтулил вот я купил себе более более качественные тиски тоже рекламировать их не буду ребят но такие грязноватые немножко ни к чему не готовился рабочие тиски не ничего не вытирал вот как есть так и показываю смысл намалевывать есть завтра но все опять будет грязно здесь у нее нижняя часть на липучке то есть она прилипает к столу она так стоит и к столу еще прилипает то есть дергайте рычаг она втягивает ее в себя и хорошие очень тиски плюс у нее есть типа как планетарного механизма что леут они могут поворачиваться вот так вот ну всячески могут заповорачиваться так как вам надо чем хороши еще эти тиски тем то что в них есть прорези то есть вертикальные и цифру вертикальная прорезь и вертикальная прорезь посерединке и горизонтально то есть очень хорошо что-то цеплять квадратные наоборот круглые но вот эти тисочки очень хорошо прижимают еще на ли были резиновые губки ну куда я их делал самому даже наверное не известно далее что вам еще понадобится всякие надфиля пассатижи и кусачки пассатижи и кусачки они вам тоже нужны для отрезания всяких скрепок это у меня все рабочие ребята извините за такой калишный вид но не знаю мне приятно так работать мне как бы в принципе ничего не заморачивать это опять же какие-то пассатижи небольшие маленькие кусачки все маленькое если с рукой сравнять да в принципе тут это средний пассатижи они небольшие то есть есть больше пассатижи но мне с ними удобно работать в плане того то что все но модели сами знаете все маленькое так про нафиля поехали следующий надфиля это у меня рабочий надфиль я им натираю пластик то есть какая-то грубая обработка далее идет более мелкая обработка я использую маленький надфиль очки это такая самобытная самобытный пенал самого сделан то есть надфиля не тоже бывают разные разные фирмы то есть они тоже продаются опять даудут слова то есть паразит кисточка тоже нужно входить кисточками она они все разные формы разных производителей про это сейчас отдельно поговорим их очень многое в основном они повторяются дабы кабы они у вас не сломались и не полетели вот здесь еще надфиля имеется то есть но филя бывает разное бывает когда за плоский данных филя этот плоский у меня постоянно рабочий поэтому так выглядит кто знает как на филе очистить пишите квадратные надфиля круглые надфиля кстати вот эти надфиля типа советские то есть аля ссср вот я не очень хорошо работают у них очень долго не стачивается само полотно и мы очень шикарно работать дальше здесь тоже плоский но с острием очень удобно куда-то залазить еще еще есть треугольные от этой же фирмы то есть треугольный вот так он выглядит вот потом полумесяц есть на нем то есть вот такой вот так выглядит ну я говорю я и они все разные круглые дауде и от этого производителя тоже фирма не скажу как называется вот то есть тоже и круглые и с двух сторон плоские они и с одной стороны плоские и круглый с двух сторон то есть все они разные но вот этот херовый производитель то есть здесь типа алмазный абразив на нем он стирается очень быстро если вы что-то такого грубенькой возьмете а так надфиле тьма вот всяких разных они везде всегда там где железка обточить приходится где еще чё-то вот надфиле убираем помимо этого вам всякие нужны будут вот типа пинцета всякие вот пинцета вроде правильно называется всякие хваталки такие вот то есть мелочь какую-то доставать где-то где-то ими работать цеплять что-то где-то какие-то трубочки прокладывать все это надо будет вам вот но я же говорю это только на начальном уровне то есть вот именно тем кто только начинает не надо там прибегать к чему-то сверх естественно я работал этим инструментом и как бы я не жаловался на это помимо вам нужен будет молоточек мало ли там где вы железку будь какую-то форме жестянку вот материал я вам потом дальнейшем покажу тоже если вам зайдут эти все видосы я покажу материал с чем я и как работаю то есть молоточек 100 граммовый вроде нет 200 граммовый но я думаю соточки вполне хватит вам работать это маленькая отвертка отвертый кстати всяких разных количества очень большое не перечислить их тоже нельзя то есть это на ваш вкус и выбор это для того чтобы как-то модель открутить обычно я использую набор которого которого откручивают еще так выбираем для более продвинутых людей до те кто располагает к деньгам финансом моды не хочет морочиться в принципе вот так вот все это выводить есть более более совершенный инструмент типа как шуруповерта у всех наверное дома есть вот двухскоростной обычно шуруповерт самый дешманский вот вам в принципе на модели больше ты не нужен будет вы имени шифер ничего не крути вот далее сперма клей блять у всех наверно дома тоже валяется бесхозный вот именно где-то что-то подцепить что-то кстати вот эти цвета не абсолютно разные если вы там делаете днище а потом можете вырезать в аккурат то есть где-то прихватить что-то присмотреть а потом отодрать вот этим клеем прям самый то работать то есть на какие-то прихватки бомбанули пластик посмотрели а где-то неровности неровности чтобы сразу на супер клей не клеить супер клей тоже у меня как всегда обычный не знаю стоит копейки в принципе его и использую там еще какой-то другой валялся а нет такой же вот супер клей берите в запас всегда чтобы не знаю у вас 23 тюбика лежала на запасе потому что бывает иногда зайдет а иногда не заходит вот далее про клей поговорили помимо этого есть еще всякие 3d ручки для работы с пластиком 3d ручку я не знаю вы наверное видели да она самая дешевая блин доставать или сейчас она просто у меня убрана я не подготовился к этому но я вам про нее сказал бода есть 3d ручки и представление имейте загуглите посмотрите что из тебя представляет 3d ручка я закосячил надо было приготовить но если надо будет напишите в комментариях я вам обязательно не знаю в следующем видосе и покажу это пластик от нее то есть всякий пластик разных цветов очень клевая вещь и ребят работы для работы с какими-то мелочами с какими-то прям не знаю вещами такими которые нужны вам будут при постановке у таких поручней всяких перил лестницы самое то для изготовки то есть не надо его там брать и ставить да вы можете также выдавить и сделать чуть тоньше чем ну чем вам надо вот можете его готовы взять а можете то есть через эту ручку плавить и вполне будет вам я показывал как-то у себя там на видосе где я делал флягу вот для совсем тех 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 кто уже вот тут раскачал себя не на шутку да и имеется деньги все таки вот есть более весомый аргумент и весомая тачка это не знаю кто как и называет я называю бурмашинка вот производитель ведь у меня самый дешманский рекламирую тоже не собираюсь но лей бы я наверно видели вот главное чтоб что было понижающие скоростями то есть включить можно было и скорость понести так как вам надо или повысить наоборот обороты да вот помимо этого чтобы у кто-то дрем или называет кто-то бурмашинка вот то есть не знаю как хотите так называйте для меня это просто шлейфмашинка не шлейфмашинка бурмашинка вот обязательно чтобы был кардан такой к ней то есть комплект шел смотреть что был кардан с карданом очень удобно работать нежели держать вот эту херобору к у которой детонация там блять пиздец но я заматерился извините извините вот конец у него выглядит так и конец намного легче держать чем саму машинку машинка очень тяжелые дает детонации иногда при работе также смотрите чтоб на ней было телескопическая поставка то есть чтобы вы могли ее подвесить и она у вас висела вот за эту херобору вот и вы спокойно работали карданчиком далее к ней идут всевозможные насадки эти доборки многие спрашивали где ты покупаешь кто-то заказывает на али я за я покупаю их в обычных строительных магазинах их там валяются прям вот в отдельном прилавке они прям лежат то есть где-то пользу и где-то они у меня уже не комплект вот это всякие абразивные круги для резки металла здесь в чем пластиковая щетка пока не знаю для чего ну и я иногда и продуваю про про метая то есть где-то краску обираю вода это алмазные так называть буры вроде они или как называется точно не знаю что за хер вот но наборы то есть один второй набор вам никогда не помешает лишним не будет для каких-то других и других целей я купил сразу ну другие комплекты на эту же машинку здесь щетка с волосом он так корщетки со щетиной из овечьей шерсти но это мне металл натирать короче вот и я их беру у меня есть некоторые заказы на дом я их беру для того чтобы натирать металл то есть такая же с металлическими их очень много ребята они все разные то есть вот такую штуку обязательно тоже себе прикупите это сверло с пошаговым номером то есть начиная там от четверки да и заканчивая 12 12 отверстием вот сверла сверла да я вам показывал шуруповерт обязательно сверла к нему начинает единички то есть мелкие какие отверстия они обязательно нужны это патрон для вот этой бур машинки он есть и есть есть где-то в доборке ребята обязательно купите но у меня рабочий такой немножко он кривоват конечно в плане того то что так выглядит но когда зажимаешься нормально то есть я у токаря просил некоторые части для нее увеличение вот и токарь мне здесь вытащил и где-то еще шайба был до ворочная которая толкает ее помимо этого я еще на магнит повесил конечно чтобы она в коробочке лежала это все от нее от машинки это наждачки к ней притерные то есть мелкие наждачки абразивные вот тоже они притирают что еще на самом деле набор к ним очень большой санги доборные то есть санги доборной они всякие разные то есть это вроде на 2 миллиметра и есть еще на 3 миллиметра вот отверстие или на миллиметр я не помню вот они тут эти отверстие на косячу это я люблю делать вот доборный элемент обязательно ребят покупайте они вам пригодятся они летят кстати вот покрыва дачу штукенцию все что дома лежит бесхозно но все вам пригодится это с капелем ножи то есть тут очень много чего интересного и вот этого хлама которую я везде использую я повесил на магнит чтобы они ну просто не терялись они лежат меня в коробочке вот и там магнит далее доборка на них кстати большая доборка продается вот в таких короче пеналах здесь у меня половина ограблены он тут и цанги совсем другие они металлические они латуневые как те вот здесь зажим совсем другой будет вот такие щетки металлические кстати ребята будете использовать эти щетки обязательно одевайте очки про очки ты про технику безопасности на был сказать на в первую очередь я забыл про неё очки тоже покупайте себе моду и у меня такого плана очки желтоватый вот они дают немножко яркость когда смотришь на какой-либо инструмент но мои сейчас запылены вот так вот здесь в этих пеналах это абразивные круги они вот так вот выглядит но и отрезные круги по дереву правда нихера пилит вот но все же есть у вас нет какой-то маленькой ножовки то можно ими работать это наждачные круги то есть они выглядят вот так в доборке этого всего много есть можете стаканчиками покупать они дешевые они недорогие что здесь здесь рулончики вот эти кабин тампончики круги для натирания здесь типа алмазные что ли вот эти сам и как как они называются забыл уже но точно не фрезы есть у меня фреза отдельно они лежат именно для пластика вот это круги для затирки металла и всяк она все это надо в принципе это все используется по мере вашего то есть аппетита вот когда будете работать вы сами поймете что вам надо что не хватает бывает те места куда нельзя мог нельзя залезть чем-то крупным поэтому помогает вот такие мелкие вещи куда вы можете пролезть помимо этих наборов то есть продаются еще отдельно наборы но я и складировал просто в разные всякие штуки чтобы они не валялись вот такие но они отдельно продаются найдете магазине все дешево я не знаю что там внизу конечно вот санги доборные лежат и всегда да ребята и пенал вот такие хранить себе то есть я некоторые части использую как для декорацию то есть именно когда я делаю какие-то модели вот это в этом другой теме именно для чего-то да то есть изобразить что-то там но лежащие на помойке или на свалке вот типа такого типа затерянного шкива какого-то вот а рядом с ним машин разбистрит то есть вот это все что я использую вопросы есть задавайте в комментариях переходите в нашу группу хобби моделист называется вконтакте вот ссылку я оставлю в описании под ней обязательно заходите приветствуйтесь не знаю ребята вам объяснят показывайте свои модели свои работы очень будет приятно посмотреть чем вы занимаетесь вот у нас ребята работают с бумаги с бумагой то есть по моделям а во ребят важную вещь забыл показать смотрите есть еще такая вещь называется на полимерной глины миллион раз выручала меня вот так она выглядит то есть обычный пластилин но когда вы его засовываете они разных цветов продаются я вам не буду всегда показ они то есть вы лепите из нее то что вы хотите я люблю какие-то модельки мелкие в плане вот вот такой крысы но это не 43 масштаб это я на год крысы лепила у меня на столе просто и она сейчас уже имеет свойство такого керамики вот то есть вы вылепили то что вам надо из нее и поставили в духовку 120 градусов на пару минут и она превращается керамику то есть это глина твердеть это саша делала у меня то есть слоненок там пьющий на коленках стоящий ну а она видела так слоненка короче вот но это мешочек денег вот мы не так то рядом с крысы стояли типа на этот год вот так это все было вот очень клевая вещь помимо этого еще всякую всякую химию использую так что кому интересно пишите вопросы задавать я вам все объясню вот такой большой видос почти на 25 минут ребята как мог я не стал опять же монтировать вот как мог я вам за одно видео постарался максимум показать того чего я использую и для новичков показал и для более таких прожженных короче людей которые могут себе позволить но в принципе вот это бур машинка она недорогая там в принципе от косаря можно найти и выше ну а тысячи рублей помимо этого паяльники для спайки и все что все что дома валяется кривовато вот весь инструмент он используется также про материал но про материал отдельная история вот про химию тоже отдельная история будет надо будет пишите в комментариях я вам обязательно покажу все ребята до скорой встречи не забывайте про лайки посмотрели поставил лайк не понравился дизлайк напишите комментарий чтобы вы хотели увидеть как бы вы хотели увидеть что именно может я недорассказал поправляйте вносите изменения с вами был дядя ваня всем пока